Это программа «День с толком» в студии Рина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. День Траура сегодня объявлен в Валейском районе после страшной аварии на трассе. Спустя три дня в Яровом возобновили подачу горячей воды и отопления. Тысячи человек по всему миру накануне написали географический диктант, как прошла акция в Барнауле. Сегодня в Валейском районе День Траура. В городе почтут память погибших в автокатастрофе на трассе Барнаул-Алейск. Напомним, 26 октября на границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись микроавтобус «Фиат Дуката» и минивэн «Ниссан». В машинах находились 16 человек. В результате лобового столкновения погибло 8. Пятеро находятся в больнице. Среди погибших участницей руководитель фольклорного коллектива «Сударушки» села Кабакова. Они ехали на конкурсы в Барнаул. Во второй машине было 4 человека. Погибли женщина и 8-летний ребенок. По данным «Алтопресса», водитель «Ниссана» не впервые нарушает правила дорожного движения. Более того, он не был вписан в страховку и не имел права управлять машиной. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Уже известно, что водитель 1992 года рождения, находившийся за рулем автомобиля «Ниссан», два раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2017 и 2018 годах. В настоящее время полицейские устанавливают, имел ли он право управлять данным автомобилем и был ли он вписан в страховой полис ОСАГО. Добавим, что после соглашения с прокуратурой Ространснадзор проверит и предприятие, которое занимается пассажирскими перевозками. Тепло и горячая вода вернулись в квартиры жителей Ярового. Напомним, в пятницу утром из-за порыва произошла остановка работы ТЭЦ. Без отопления остались более ста многоквартирных домов. При этом все социально значимые объекты были обеспечены теплом через баки-аккумуляторы ТЭЦ. Экстренным службам понадобилось много времени, чтобы остудить котел и устранить повреждения. Ремонтные работы и запуск отопления шли почти три дня. Все это время за ситуацией следили в правительстве региона. По словам яровчан, накануне вечером подачу горячей воды возобновили. Эстафету перехватили жители железнодорожного района Барнаула. Сегодня 163 дома, школа, больница и три детских сада остались без отопления и горячей воды с 11 утра до 5 вечера. Все это время энергетики будут проводить ремонтные работы на магистральных трубопроводах. Переходим к другой теме. Один из крупных перевозчиков Барнаула, Барнаул-пассажир-транс, подал заявление о признании его банкротом. Документ появился на сайте арбитражного суда. Напомним, в администрации Барнаула шла речь о том, чтобы расторгнуть контракт с перевозчиком, якобы по причине того, что он самовольно снимает автобусы с маршрутов и перебрасывает их на садоводческие направления. Барнаул-пассажир-транс отвечает за рейсы 1, 10 и ряд садоводческих. К слову, горожане все лето жаловались на то, что автобусах на линиях крайне мало, и их приходится ждать по полчаса. Сначала на рейсах уменьшилось число автобусов большой вместимости, а теперь и маршруток дождаться очень сложно, писали барнаулицы в соцсетях. При этом в администрации Барнаула признали, что у компании большая садоводческая нагрузка и на город ресурса уже не хватает. Поэтому не исключено, что в ближайшие месяцы Барнаул-пассажир-транс прекратит деятельность в качестве перевозчика. В каком из морей сражался легендарный крейсер «Варяг»? Где в России добывают больше всего железа? Над этими и другими вопросами в это воскресенье ломали голову несколько сотен тысяч человек по всему миру. Уже в пятый раз состоялся географический диктант, организованный Русским географическим обществом. В Алтайском крае он прошел на 19 площадках, собрав почти 2000 человек. На одной из площадок побывал наш корреспондент Илья Кочетков. Школьники, студенты, курсанты, преподаватели, чиновники, ученые. За пять лет географический диктант стал по-настоящему всемирной акцией. Шутка ли, в этом году его пишут в ста странах мира, в Антарктиде и даже на Международной космической станции. Диктант анонимный, 30 вопросов разной степени сложности. Итоговый результат при этом будешь знать только ты сам. Так что для большинства участников это скорее повод проверить себя. Мы приходим, чтобы принять участие в этом, показать, что мы не безразличны географии. Интересно проверить свои знания также и восполнить, возможно, какие-то пробелы, если есть. Потому что наверняка пробелы будут. Это повод еще раз заглянуть в энциклопедии. Реально интересно познать свою страну. То есть она у нас не маленькая, большая. Всего не узнаешь, но все равно большую часть понять стоит. Не зря мы с ней живем, богатая ресурсами, самая лучшая страна в мире. Я вот что-то залез в страны народа мира, так там половина уже переименована. Ты знаешь, как называть с нами с Вазелент? Во! И не узнаешь. Пока в карты не заглядешь. Участники-ветераны вспоминают, первые диктанты были довольно сложными. Итог – низкие результаты. Последние пару лет характер вопросов изменился. Теперь они скорее на самые базовые знания и логику. На одной из своих картин Николай Рерих изобразил высочайшую горную вершину мира. А в названии этой картины знаменитый художник использовал оба имени горы. Одну из них – Джабалунгма, а вторую… Кстати, если вы не смогли попасть на диктант, но желание проверить свои знания осталось, то до 31 октября это можно сделать через интернет. А результаты будут опубликованы на официальном сайте РГО ровно через месяц, 29 ноября. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Закон, который, как ожидается, упростит создание новых туристических объектов на территории Алтайского края, могут принять до конца года. Его проект представил накануне в региональном правительстве начальник управления края по развитию туризма Виталий Дешевых. Напомним, в 2018 году Верховный суд России усложнил перевод частных земель в категорию рекреационных. Строить гостиницы, кембинги можно было лишь, если на данной территории уже создана особо охраняемая территория. Это было сделано для усиления контроля за использованием природных ресурсов, защиты окружающей среды. Но на некоторое время ограничило возможности частных лиц для создания новых баз развития туристической инфраструктуры. Новый закон позволит это препятствие преодолеть. В нем прописан порядок создания таких особо охраняемых территорий. Отметим, что Алтайский край стал первым регионом, разработавшим такой закон. Его вынесут на обсуждение на ближайшие сессии АКЗС, которая пройдет 31 октября. И, возможно, до конца года закон будет принят. После 90-летнего молчания в знаменском храме села Курья вновь зазвучали колокола. Церковь, где крестили великого оружейника нашего земляка Михаила Калашникова, осветили после реставрации. В честь события в край приехала дочь знаменитого конструктора Елена Калашникова. Это Божий дом на его родине. Он теперь будет принимать тех, кто будет приходить, будет помогать жить. Знаменский храм в Курье построили больше века назад. В 30-е годы его закрыли и превратили в зернохранилище, а затем в сельский клуб. По просьбе Михаила Калашникова было принято решение церковь возродить. На днях после пятилетней реконструкции архиереи Алтайской митрополии осветили храм. «Отих храмов в России много? Нет, он один. Аналой, убранство иконостаса, изготовлено на Колыванской шлифовальной фабрике, на Колыванском камнерезном заводе, он сейчас так называется. И в том числе иконы, которые мы видим при входе в храм, алтарная икона и икона на апсиде храма, выполнены в технике уникальной флорентийской мозаики». Сюжет о том, как восстанавливали храмы, о судьбе Михаила Калашникова смотрите в вечернем выпуске. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эволар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей.